Это уже вторая встреча главы города с жителями. Первая прошла в Октябрьском районе в начале марта. Такой формат общения с Амарсом интересен. Это видно по количеству пришедших людей в зале «Аншлаг». Основная часть встречи посвящена ответам на вопросы горожан. Людей волнует внешний вид района, состояние дорог, а также график движения общественного транспорта. Они просят организовать дежурный трамвай. Готники второй смены, они заканчивают поздно, в 11, в 12. И вынуждены, как добираться, это большой-большой проблемный вопрос. Я столкнулась с этим совершенно случайно, потому что часто, мне дача очень далеко, приезжаю поздно на Стахановскую. Оттуда, будь то погода, непогода, уехать очень сложно. Спасибо большое, очень хорошее предложение. Значит, по дежурному трамваю давайте протокол запишем. Одной из ключевых тем встречи становится строительство новых детских садов и школ. Сейчас в промышленном районе Самары нужно дополнительно 1600 мест в учебных заведениях. И более половины из них работают в две смены. А задача, чтобы школьники учились только в одну смену. Задача, поставленная президентом России. Нами подобрано порядка 13 площадок для того, чтобы такие школы дополнительно были построены. Мы для школ подбираем площадки в вашем районе, если вот интересно скажу, это на улице 22-го портсъезда, на Новосадовой, Жигулевской, Московском шоссе. Это граница территории. И в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улица Губанова. В промышленном районе будут строить и детские сады. В планах возвести новые здания в районе пересечения Шверника и Новосадовой, а также на улицах Калинина, Воронежская и Теннисная. Во время встречи с жителями глава Самары сообщил, в 108-й школе восстановит здание бассейна, которое пустует уже 10 лет. Мы выделим вот ту сумму, это около 24 миллионов рублей, для того, чтобы в самые кратчайшие сроки этот бассейн запустить в дело. И у меня тогда очень большая просьба будет к департаменту образования. Давайте сделаем так, чтобы этим бассейном могли пользоваться не только школьники, А пусть этот бассейн работает в две смены, и дети близлежащих домов, которые не учатся, быть может, здесь, могли тоже этот бассейн посещать. Общение с самарцами длится более трех часов. Во время встречи с жителями промышленного района специалисты профильных департаментов принимали и письменные заявления от самарцев. Работала мобильная приемная. Такие встречи глава города проведет во всех районах Самары. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.